Новые города на Старой Земле. Международный проект представил выставку, показывающую проблему идентичности территорий и проявления прошлого в современности. Какие работы были представлены в творческом пространстве, расскажет Василий Хатанзейский. Это такой осенний пустозерск. Здесь видите, здесь только фрагменты фотографий. Лилия Тайбарей – художница из национального поселка Красное. Сегодня она принимает участие в международной выставке «Новые города на Старой Земле». Творческая личность позиционирует себя как художник. Сегодня она представила свои инсталляции с отрывками истории разных городов и поселений Нинецкого округа. Вот тут я изобразила деревню. Здесь люди живут, но здесь есть ленина пустозерская. Видите, вот эти фрагменты холодного ветра. Это первый опыт создания инсталляции. Лилия, благодаря современному искусству, смогла отразить свои мысли и чувства, соприкасающиеся с Нинецким округом. Идея первой инсталляции родилась в городище Пустозерск, первом городе на севере. На самом деле здесь каждая деталь несет информацию. Допустим, возьмем вот эти стоечки. Они меня очень сильно вдохновили. Это каждый увидит свое. Что я первая? Для меня что это? Когда мы приехали в Пустозерск, и нам показали там такая высокая стойка, говорят, что там будет, надеяться на то, что там может быть будет гнездиться орлан, так как он выбирает самое высокое место. И для меня это была, знаете, это такая надежда. Любой творческий человек видит свой смысл в каждом объекте. Смотря на обычную проволоку, Лилия Тайбарей думала о ветре, символизирующем жизнь. Эти проволоки, мне хотелось в проволоках выразить ветер. Я не могла по-другому никак. Это был ветер, холодный ветер. Потому что вот как раз стальной такой ветер. Это говорит о том, что вот моя работа называется «У ветра есть память». Вот опять же, это вдохновило меня сильно очень в Пустозерск, потому что там было вот ощущение как будто присутствия жизни. С одной стороны там нет жизни, да, а с другой стороны вот это присутствие, оно ощущалось. Для Лилии это первая и самая трудная работа. Вся сложность инсталляции состояла в создании образа деталей, которые могли бы описать те чувства и эмоции художника. Помимо Лилии Тайбарей в выставке принимали участие Виктор Вылка и мастера из Нидерландов и Ямала, каждый из которых выразил в своем стиле проблемы создания новых городов, которые угнетают историю прошлого. Мы наш, мы новый мир построим, да, создадим вот новые такие поселения, причем в достаточно суровых условиях. Это касается Арктики, да, это касается других территорий. И когда создавались эти города, люди, проектировщики, как правило, не думали о том, что эти города возникают не на пустом месте, что у той территории, на которой они появляются, есть большое наследие, наследие материальное и нематериальное тех народов, которые жили здесь. Посетить выставку и посмотреть работы, отражающие колорит и историю местного населения прошлых веков, может любой желающий. Выставка «Новые города» на Старой Земле продлится до середины апреля.